Вот в данный момент перегоняю на чачу виноградную кашу. Каша такая конкретная, с гребнями, со всеми делами. Некоторые ягоды, видите, не измельчились, поскольку я измельчал ее исключительно миксером. Но ничего страшного, у меня, так сказать, выход этого дешевого винограда не волнует особенно. Потом отделяю гребни и крупные ягоды, которые не проходят через эту секчу. Получаю вот некую такую кашеобразную жидкость. И в надежде все-таки на шульмановский ПВК перегоняю. Но опять, вот это отверстие, которое там на кран три четверти, приходится работать как столевару. Доливать воду, вот доливая, чтобы она пожиже была в конце. И вот этим шурундить, шурундить. Потому что мелкие фракции там, вот ягод там, что там еще, обрывки гребней, забивают ее. Но, казалось бы, ну что, ну сделай ты побольше диаметр этого отверстия. Все бы улетело. Потому что и так уже приходится все это количество отцеживать. Вот. Ну, а так, в принципе, аппарат-то хороший. Вот я надставку сделал. Да, почему-то немножко прикипает, пригорает. Я бы даже сказал, не знаю почему тяжелый. Потому что осадок на дно садится. Тут, может быть, мешалка нужна. Ну, и смешалка, конечно. Если я процежу всю эту кашу и потом отожму на прессе, то какой смысл в ПВК я могла на обычном перегонять. Да, вот еще колеса поменял. Те шульмановские колеса с резиной. Они тут же замялись. Резина вся отвалилась. Пришлось вот из паранита сделать. Или все это какое-то, вот они хороший пластик. Хорошо катаются. Так что рекомендую. Ну, все остальное меня устраивает. Вот только не устраивает. Основное. Это вот это гемероидальное отверстие сливное. Потому что все придумано. Я вот делаю вот сразу в канализацию. И на улице там у меня канава для утилизации дробины и прочего, так сказать, прочего. Потом я разложу это все по участку, по деревью, на которой замечательно растут кабачки. Так что опять повторюсь. Геморройное вот это для слива. Геморройное отверстие. Во-первых, приходится еще наклон делать. Я вот делаю такой рычаг, чтобы поднять этот, наклонить бак. Вот так вот делаю, чтобы туда поднялось. Но оно, видите, не льется. Совершенно не идет. То есть, почему бы не сделать наклон у дна, как у Губера сделано уже давно. Нет, плоская. Я понимаю, что это удешевление. Но это потом удешевление стоит геморройдальных затрат. Вот сейчас придется эту всю кашу выковыривать оттуда. Так что еще раз обращаюсь к Шульману. Будьте так любезны. Ну, сделайте для других хотя бы. Ладно, я уж домучаюсь. Но для других сделайте отверстие, а не три четверти. Хотя бы там, не знаю, полтора дюйма. Или уж в конце концов просто приварить сюда кламповое соединение для крана.